Ассоциация «Сила фермеров» требует отставки министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимира Боли. Они осудили политическое заявление чиновника о том, что фермеры не получат субсидии в расчёте на гектар до вступления в Европейский Союз. Поэтому аграрии должны выйти 20 октября на референдум и проголосовать за вступление в ЕС. В ассоциации считают, что привлечение помощи ЕС на выплаты субсидий на гектар зависит не от результатов референдума, а от приоритизации сельского хозяйства как ключевой области во время переговоров о вступлении и от профессионализма самих переговорщиков. Молдова уже имеет статус страны-кандидата на вступление в ЕС, отмечают в ассоциации. Это прямой шантаж, потому что не надо ставить условия таким образом, как делает он. Сельхозпроизводители и все крестьяне более зрелые люди, чем этот министр. И они очень хорошо знают, что надо делать 20 числа, куда идти, что делать, что выбрать. Но не надо путать брынзу с бронзой, как это делает министр. Глава ассоциации силы фермеров Александру Брынза добавил, что фермеры ведут речь о выплате субсидий за гектар не в этом, а в следующие годы. Также, по мнению Александра Брынзы, большая часть средств из предусмотренных в фонде субсидирования сельского хозяйства миллиарда 700 миллионов леев расходуют неэффективно. Если бы эти средства не тратили на бюрократию, то их хватило бы на субсидии на гектар, считает глава ассоциации. У нас есть национальный фонд развития сельского хозяйства, то есть фонд субсидирования. Можно изменить принцип выплаты, взяв за основу то, сколько гектаров обрабатывает аграрий. В зависимости от этого и получаешь деньги. Это просто. Мы это уже предлагали несколько лет подряд. Но я смотрю, с этим никак не хотят соглашаться. В ответ Владимир Боля вновь заявил, что будущее сельского хозяйства Республики Молдова напрямую зависит от результатов референдума 20 октября. Я сказал об этом вчера и повторю сейчас. 20 октября у нас есть шанс проголосовать за наше будущее, выбрать путь интеграции в Европейский Союз. За некоторыми исключениями даже не все правительства стран-членов могут покрыть субсидии в расчёте на гектар без поддержки из бюджета ЕС. Европейский Союз и нам предоставит субсидии на гектар, когда мы станем членами ЕС. Деньги, которые помогут фермерам фундаментально изменить наш аграрный сектор. Боля также вновь заявил, что правительство Молдовы не может в данный момент выделить субсидии в расчёте на гектар, поскольку на это требуется порядка 350 миллионов евро. Напомним, 31 июля в ходе онлайн-совещания с главами районных управлений сельского хозяйства один из них сказал министру о том, что из-за неблагоприятной погоды некоторые сельхозугодия полностью пострадали, в связи с чем фермеры просят выделить субсидии в расчёте на гектар. В ответ Боля заявил о невозможности такого рода поддержки и, подчеркнув, что это политическое заявление, призвал фермеров проголосовать на референдуме 20 октября для того, чтобы изменить положение.